Многоуважаемый господин президент, дамы и господа, уважаемые соотечественники. Приветствую участников учредительного съезда Всемирной Армянской Организации. Хочу выразить уверенность, что съезд будет успешным, и вы вместе с другими общеармянскими организациями будете активно работать на национальное сплочение, укрепление армянской государственности и достойную интеграцию Армении в международное сообщество. История распорядилась так, что армяне разбросаны по всему миру. Такова участь народов с трагическим прошлым – ассимиляция либо борьба с вытекающими отсюда последствиями. Но испытания порой вырабатывают удивительную мотивацию к самоорганизации. Это трудно объяснить простыми логическими категориями. Сегодня мы свидетели одного из таких проявлений. Способность концентрировать усилия на реализацию национальной идеи – это сильное качество и большое преимущество. Уверен, что этим качеством наш народ обладает. Нужно ясно сформулировать наши цели и работать над созданием инструментов для их достижения. Я бы выделил две главные. Первое – эффективное, дееспособное государство. И второе – сильная диаспора. Две эти цели тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Армения бедна природными ресурсами и находится в сложном регионе. Наши богатства – предприимчивый, трудолюбивый и образованный народ. Мы добьемся успеха, если эти качества будут полноценно раскрыты. Наиболее короткий и понятный путь – высокий темп реформ и эффективное управление. Стабильная, демократическая Армения с либеральной, наукоемкой экономикой и боеспособной армией. Вот наилучшая модель реализации нашего потенциала на Южном Кавказе. Роль диаспоры в строительстве такой Армении трудно переоценить. За пределами Армении живет больше армян, чем в самой Армении. Диаспора имеет огромный экономический, политический и культурный потенциал. Этот потенциал может и должен работать на укрепление армянской государственности. Я часто повторяю формулу. Армения с диаспорой и без нее – это разные весовые категории. Эта формула предполагает нашу заинтересованность в сохранении диаспоры в ее организационном оформлении. Это позволяет адресно выстраивать партнерские отношения. Мы последовательно создаем инструменты этого сотрудничества. Это в первую очередь общеармянские конференции с полным охватом организованного спюрка, где вырабатываются основные задачи для концентрации усилий. Это формирование общеармянского информационного пространства. Здесь мы довольно успешно продвигаемся вперед. Это практика реализации регулярных общеармянских инициатив, охватывающих науку, культуру, спорт, бизнес и благотворительность. Здесь также мы достаточно активно продвигаемся. Все, что мы делаем сейчас в Армении, по сути, приобретает общеармянскую вовлеченность. Связи с диаспорой из эмоционально-ностальгических переходит в плоскость партнерского, взаимовыгодного и результативного сотрудничества. Важно вести эту работу с учетом того, что диаспора многообразна и отражает в себе особенности разных стран. Причем влиятельность и потенциал общины находятся в прямой зависимости от степени интегрированности в страну проживания. Собрать под знамена одной организации всю диаспору вряд ли возможно. Идея заманчива, но конфликтна. Это знамя может быть только государственным флагом Республики Армения с флагами государств, где диаспора сосредоточена. Поэтому необходимо находить рациональные формы сотрудничества внутри самой диаспоры, особенно с организациями, имеющими общие армянские масштабы. Комплементарность нужна и во внутриармянских делах. Многообразие спирка – это скорее преимущество, если есть понятная и объединяющая общая цель. Дамы и господа, декларируемые в вашей организации цели созвучны задачами, которые сегодня стоят перед руководством Республики Армения. Мы готовы взаимодействовать с организацией, оказывать ей помощь и поддержку. Объединение усилий Армении и диаспоры работает на укреплении и процветании страны, и мы обязаны всячески этому содействовать. В заключение я хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за участие на форуме. Это свидетельствует о высоком уровне армяно-российских отношений, многовековой дружбе и духовной близости между нашими народами. В России самая крупная армянская диаспора и одна из наиболее интегрированных. Она предана России, живет ее интересами и является прочным мостом армяно-российского сотрудничества. Сегодня армянская диаспора России делает серьезную заявку на расширение масштабов своей деятельности. Ее потенциал позволяет рассчитывать на успех. Желаю участникам съезда плодотворной работы, желаю успеха организаторам учредительного съезда, успехов всем вам и спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...